Документ Начинаем нашу работу Для того чтобы можно было использовать этот натюрморт Прошел продюсер Я сделала фон для него С размером 1280 на 720 пикселей Я открываю наш фон Файл открыть И ищу Вы его найдете у себя в дополнительных материалах к этому уроку Вот я сделала такой небольшой коллаж Сейчас нам нужно поместить вот сюда вазочку Ну и сделаем еще Кольца поставим рядышком Открываем нашу вазу Файл открыть Вот ваза которую мы будем применять Берем инструмент перемещения И перетаскиваем ее на наш фон Зажимаем левую кнопку мыши и тянем Вот наша ваза появилась на нашем фоне Этот файл мы закрываем пока А вазу нам нужно немножечко уменьшить Для этого мы заходим в редактирование Трансформирование Масштабирование Зажимаем клавишу shift И тянем за уголочек Вот здесь у нас будет стоять эта ваза Пожалуй ее размер нас устраивает Нажимаем клавишу enter Что нам теперь нужно сделать Нам нужно отделить вот эту вот заднюю стенку От передней Давайте выключим пока фон Чтобы он нам не мешал И поработаем немножко с самой вазой Давайте возьмем инструмент магнитная ласса И вот так вот Щелкая левой кнопкой мыши Попытаемся выделить переднюю стенку нашей вазы Вот она немножко не туда пошла Но это мы сейчас исправим Замыкаем наш круг Появились вот такие муравья А теперь видите вот здесь у нас появился небольшой участок Который нам нужно добавить сюда Смотрим У нас здесь вычитание Переходим сюда на добавление Нажимаем вот эту кнопку Немножечко увеличим И вот отсюда опять-таки Щелкая левой кнопкой мыши Вот этот кусочек Который должен быть впереди Перед цветами Мы должны добавить К той выделенной области Которая у нас уже есть Вот пожалуй Вот пожалуй вот так Вот Мы выделили переднюю стенку нашей вазочки Теперь нажимаем на клавиатуре Клавиши Ctrl G И если мы отключим нижний слой То мы увидим, что наша передняя стенка вазы скопировалась Теперь между вот этими двумя слоями нам нужно поставить наш букет цветов Поэтому мы становимся на нижний слой вазы Ищем наш букет Вот я выбрала такой Берем инструмент перемещения Зажимаем левую кнопку мыши И перетаскиваем его сюда На наш документ Видите, букет у нас получился намного меньше Это не страшно Мы сейчас его немножечко увеличим Заходим в редактирование Трансформирование Масштабирование Снова зажимаем клавишу Shift И тянем за уголочек И добиваемся того размера Который нас устраивает Можно еще немножечко повернуть его Для этого стоим в середине вот этой вот рамки Нажимаем правую кнопку мыши И в выпавшем окне ищем поворот И вот так вот за уголочек Немножечко его поворачиваем Вот, мне кажется, вот этот вот как раз Размер будет в самый раз Нажимаем клавишу Enter Видите, что у нас сейчас получилось У нас есть ваза Задняя стенка видна В нее вставлены розы И передняя стенка Если мы отключим верхний слой К примеру, видите Вот у нас была наша ваза И сверху встал букет Если мы включим верхний слой Отключим нижний То у нас получается не видно задней стенки Включаем верхний слой То есть наша задача в принципе уже решена Нам надо было поместить букет Именно в средину вазы Теперь включаем наш фон Можно добавить еще Тень переднему слою вазы Чтобы она смотрелась более естественно Для этого мы стоим на верхнем слое вазы Щелкаем правой кнопкой мыши По слою И ищем параметры наложения Здесь выбираем тень Нажимаем на нее Вот здесь нужно выбрать цвет Я бы выбрала вот такой вот зеленый Может быть чуть-чуть темнее Окей И вот здесь можно подвигать Бегуночки смещения И размера Чтобы было более естественно Так, это мы сделали Нажимаем клавишу ОК Ну и чтобы наш натюрморт был совсем закончен Я хочу добавить сюда еще Небольшой футляр С колечком Вот я его нашла Открываем Преобразовываем цвета документа В рабочее пространство Инструментом перемещения Перетаскиваем на наш документ Это можно закрыть Это мы тоже закрываем Немножечко трансформируем наш футляр Заходим в редактирование Редактирование Трансформирование Масштабирование Колесико мышки уменьшаем наш документ Зажимаем клавишу Shift И тянем за уголок Ставим его сюда перед вазочкой Увеличиваем немножко Чтобы лучше видно было Двигаем Вот так Нажимаем клавишу Enter И точно так же как и вазочки Придаем этому футляру Тень Стоим на слое с футляром Правой кнопкой мыши Щелкаем по этому слою Выбираем параметры наложения Здесь выбрали тень Выбираем вот такую вот коричневую тень Потому что коробочка красная Здесь можно тоже Немножечко подвигать Посмотреть Ну вот Размах я немножечко больше сделаю Это все на ваше усмотрение Вы сделаете так Как вам больше нравится Нажимаем клавишу OK И вот наш натерморт В принципе готов Итак В сегодняшнем видео уроке Мы с вами научились Ставить цветы в вазу Так чтобы была видна И задняя стенка И видно было Что букет стоит именно в вазе На этом наш видео урок окончен Всего вам доброго До новых встреч